Мы возвращаемся и, как я вам преданонсировал, вас ждет еще впереди два матча. Первая из них игра Vega Squadron против Gambita Esports и, как я и говорил, да, вроде бы снова у нас есть лидер, такой фаворит очевидный, команда Gambita, у которой состав, можно сказать, не то чтобы не кардинально изменился, но на будущее, да, на укрепление поменялся, стажер пришел к ним вместо Diamond Prox, тем не менее, это все еще одна из сильнейших команд нашего региона, играть они будут против Vega Squadron. Vega Squadron, команда, которая пересобиралась заново, Джеймсом Пеке, и самое главное, дважды была супер близка к тому, чтобы выиграть, и дважды сама проигрывала свои игры. Почему так, Айкей, почему им не хватало вот каждый раз вот этих маленьких, не знаю, граммов усердия, чтобы победить? Ну, не хватает ребятам еще чего-то, чтобы быстро завершать игры после начального такого взятого досильно преимущества, и мне кажется, вот в этой серии следующей мы это в большей степени сможем оценить, да, как они исправили это или нет, потому что стажер пока что на прошлой неделе был слабоват, на ошибках его можно доказывать, а Vega, посмотрим, как она будет это делать. Давайте переходить к драфту, и заодно понаблюдаем за их в том числе выбором чемпионов, потому что они нас тоже хорошо достаточно радовали, удивляли в некоторых моментах. У гамбитов же все гораздо более прозаично, да и вообще зачок, тут если говорить про концовку патча, напоминаю, у нас сейчас как раз на турнирном сервере патч отличается от лайва, если я ничего не путаю, так ведь? Да, да, да. Ну, соответственно, там же через две недели на турнирном сервере выходят у нас патчи. Не знаю, Паш, я каждый патч открываю, и мне больно, начинают течь слезки, потому что, мне кажется, не только игроки забыли про остров верхней линии, также, возможно, и разработчики. А даже, если они и помнят, то они явно, знаешь, кидают якоря, привязывают к пяткам игроков на топ-лейне, но, собственно, патчи, не, патчи веселые в целом, да, но в основном для других линий, там магов бафают, там вот Баншоу там усилили, вот вам Баншоу, 8 стопе, второй предмет, мы видели у Нома сегодня в первой игре, и сразу же его оппоненты. Там, АДшников тоже, Сила Шторма, нате Кракен, нате, вот Фантом теперь будет адедовать. То есть патчи интересные, веселые, пока переработки, понятно, что предметы новые сильные, их надо постоянно перерабатывать. Насчет Веги я скажу сразу. То есть Вега, помимо того, что она неплохо там файтится и так далее, почему они игры свои не выигрывали, последние три года мета у нас вокруг командных сражений. Вот Дракон, приди, дерись. Барон, приди, дерись. И потом, когда ты какие-то объекты получаешь, тебе нужно сгруппироваться, пойти подраться в последний финальный раз. Вот этот финальный раз они не могут доснять. Вот этот финал, они постоянно переносятся у них, и вот сегодня третья попытка для того, чтобы это сделать. Мне лично нравится, что банится Удир сейчас с Гамбитами, потому что вот в прошлый раз они против Йолов не банили Удир, а теперь уже решают этого персонажа подбанивать, все-таки мешает он им. А как тебе бан Иверна вообще, вот этот интересный поворот от Гамбит? Вообще, мне хочется это посмотреть, да, на статистике, но, по-моему, против Рейна почти все команды банят Удир, я не понимаю, с чем это связано, но вот я стал замечать такую тенденцию, что вроде бы выиграть Веги. Удир и Иверна. Иверна, верна, банят против него очень часто, мне кажется, вот против Веги я часто вижу этот бан, и очень интересно узнать, почему это происходит. А в свою очередь, Вега забанила Самиру, это означало, что они скорее не хотят Рейл брать на ПП, они были готовы отдать, забрали Кайсу за это, но Рейл отдают, и, скорее всего, сейчас с Рейл будет какая-нибудь Шая у нас на боте стоять. Там было небольшое еще тоже патч расслаблений, это Иверна, но я вообще изначально, как бы, кринж, да? Согласен, да. Но представлен, вот топ-лейн и Верн, это изначально что-то такое прям стрёмное было, потом были топ-лейн Лулу, потом ребята такие, оказывается, все это, конечно, интересно, забавно и задорно, но играть на этом не очень-то интересно и нужно, поэтому я больше думаю, что это в лес, Иверн в лесу неприятный, особенно если там будет не какой-нибудь Олаф, например, а что-то по типу Лили, и на Иверне можно, особенно если ты игрок, наверное. То есть знаешь, можно недооценивать, но если игрок умеет на этом чемпионе работать, это неприятно, потому что с этим кайса бывает всех. Что скажешь по поводу бана, товарища ТФа, Флатти? У него просто не только ведь ТФ, у него вообще в его обойме гораздо больше и есть куда более натренированные персонажи. В Европе у нас был бум, там первые две недели начали ребята там Капс, Ларсен, начали вывозить этого картежника, у него был винрейт то ли 7, то ли 8.0 после первых двух недель, и после этого начали по КД этого чемпиона блокировать. Очень сильный герой, он просто хорошо фармит, он такой легко отстаивает свою линию, потом собирает скорострельную пушку вторым предметом, либо третьим, и начинает просто раскидывать желтые карты еще до начала драки. Да, тяжело играть против ТФа, потому что вот эти карты постоянные, да, с лесником, с многими лесниками, да, текущими, которые вы имеете сейчас, ТФ хорошо себя чувствует, и вот эти вот возможности его после шестого левела колоссальное давление на карту оказывать, они должны пресекаться, пресекать это очень тяжело, поэтому я думаю, в Веге сейчас просто проще избавиться от этого чемпиона. Если вспомнить, как ты говорил, что ты грустишь по поводу топа, у нас не такое большое разнообразие было персонажей за последние несколько игровых недель в континентальной лиге, Атрокс это чуть ли не один из самых редких таких чемпионов, которые на верхней линии появляются, и вот сейчас он здесь, как ответ в Гнара. Что скажешь по поводу этого чемпиона? Ну вот, вообще Гнар может переиграть от Рокс вообще спокойно, но как мы на прошлой неделе, у нас подобный был матчап, у нас играл тоже Чарджер, кстати, против Крау Краун, и там Нон Холли был на Гнаре, и вот Нон Холли с матчапом этим не справился в целом. Знаешь, вот вопрос про топлейн, здесь больше к команде и тренеру относятся, насколько сильно ты хочешь наказать своего топлейнера. Если ты прям сильно хочешь его наказать, то можно дать ему, например, Орна или Грагаса, да? Если ты хочешь прям вообще уничтожить, дай Лулу и Верна, потенциально Сарака в следующем патче. Если ты еще веришь в то, что топлейн действительно что-то значит в игре, ты берешь вот Гнара, Врениктона, Атрокса, ну, Брузера, и начинаешь на них работать. А если ты прям вообще, не знаю, сумасшедший, ты возьмешь какую-нибудь Райза, но пока у нас таких нет нигде в мире. Кстати, интересно, что Вега вообще не берет лесника в первой итерации, то есть мы увидим, сколько банов в дальнейшем прилетает Рейну, и Лилию забанили, и Скарнера забанили. То есть на чем играть-то ему сейчас остается? Ну, против Гекарима можно найти, конечно, да, спешл пики. Есть Казикс, все еще, но он сейчас очень слабый и больше, как в Солокуда, берется под Гекарима. У нас все еще возможен Олаф. Олаф — неплохой ответ в Гекарима, он вначале его может напрягать. В принципе, если говорить... Да, обычный Грейвс есть, можно Грейвса взять. Да, да, вот если из фармящих лесников, можно спокойно взять Грейвса, как Зак говорит, просто заскейлиться и быть полезнее потом Гекарима. Опций много, зависит от того, как хотят играть сейчас Вега, но им бы желательно взять лесника, который помогает линиям, потому что трэш-кайса линия агрессивная, им надо помогать, а Трокс тоже хочет сноуполиться, и сейчас нужно что-то сильное брать. Ну, вообще, Паш, ты зря. Вот Хамяк, Типов, он в Корее в одно время контр-кнар на топе. И вполне себе успешно, кстати. Именно Рейд надо посмотреть. Мне кажется, там то ли 2-1 счет был, то ли что-то такое. Но потом от этого отказались. Ну, здесь уже был от Рокс, понятно, что Тима у нас подтраливали. Появляется... Ну, Грейс просто хороший матчап в Хикарима, поэтому... Ну, и просто не очень хороший лесник. Неспонятно, что его забывают частенько, но и Арбалет усилили. С ней можно поиграть. Можно поиграть как Ассасин с силой Шторма. Вполне себе. Ну, такой сетапчик у Веги опять боевой. Самое главное, вот эту мощь не растерять по дороге. То есть даже не по игре, знаешь, вот если вы игре по дороге... Вот мне не нравится то, что у них персонажи все, они такие немножко милишные, да, Зак? И там у нас есть Рейл, у нас есть Хикарим, есть Ганар, который очень любит как раз-таки против таких средней дистанции персонажей играть. Поэтому вот если они подставятся по какую-нибудь ульту Ганара или Рейл, будет тяжело оттуда выйти, потому что, ну, рейнджи не особо большие. А рассчитывать лишь только на фонарь Трэшан, но это не то, наверное, что вы хотите делать, да? Позвольте, интересно, как противодействовать Джингу. То Вега может спокойно драки выигрывать. Да, сетап милишный, то есть там и КСА любит сближаться, и Грейвс любит сближаться, но ворваться в себя они давать не должны. Есть Синдра со своей КУЕ, есть Трэш со своей Гешкой. Если они зафейлят свои умения, и в них ворвется Рейл или Гнар, тогда МГГ, как сказал Айкейн. Да, мне тоже кажется, что вот сетап у Веги нужно играть назад, да, в сторону своего, в сторону своей задней линии, да, вот эти вот Гревса, Синдры и Кайсы, потому что вот вперед идти не особо хочется, а вот назад кайтить этого Гекарима, да, Игнара очень даже неплохо выглядит на бумаге. Можно играть от позиции, есть тот же самый Хук и Кэч Синдры, поэтому есть от чего играть, получится или нет, мы уже увидим чуть больше. Я уже говорил, что у Веги все-таки есть интересная предыстория, они в прошлом сплите тоже очень-очень круто дрались, и в том числе против Гамбит это был один из самых сенсационных матчей, где они почти выиграли, но им чуть-чуть не хватило. И несмотря на то, что это все-таки немножко разные составы у Веги, в очередной раз, в очередном сплите эта тенденция повторяется. Повторится ли это в очередной раз? Прямо сейчас в матче против Гамбит мы узнаем очень скоро и передадим слово нашим коллегам-комментаторам. Спасибо большое, Паша, и мы с Вандером снова врываемся и сразу приходим в игру, дамы и господа, не будем ждать ни единой секунды, сразу. Вандер, вообще, как вот ты относишься к сразу в игру? Это как почти 3-0 домой. У нас все интересно, бодро и не дает, так сказать, распыляться по пустякам. Если что, я там закончил, да, Гамбита. Потому что Гамбиты тоже не хотят этому по пустякам, тут время тратить, хотят они по обедку. Вандер, но больше всего, мне кажется, из нас всех не хочешь тратить время, ты пустякам. Это, господа, что Вандер, это тот человек, когда заканчивается последняя партия на студии, через 3 секунды Вандер говорит, всем пока, а через 3,5 минуты Вандер уже в полутора километрах от студии находится в метро, уже в поезд садится. Вот. Все так. Глядишь, в этом сезоне увидим тоже на студии, например. Глядишь, Вандер, после 4 сегодняшней игры, ты не будешь в метро, через 3,5 минуты, а инвейт идет прям втроем, нападают трое на трое, вот это с Кирбиш-дорака. На второй минуте то, как мы любим, стажер смайтит, чтобы отхилиться и пытается уйти на уходе, включает призрак, отдают синий усиление комбиты, как же так синий усиление отжалили. Там мало того, что синий усиление отжалили, там еще и Хикарим Гост нажал, вот, то есть он теперь совсем бесполезный. Я, он с кушкой был, Хикарим, на всякий случай, а то он там что-то очень быстро убежал, чтобы у него ешки там не было, все, хоть на том, спасибо. Ну и инвейт саксесом, в итоге, он же подхилился, как-то, кроме Кирбиш-дорака. Ну, по крипам, когда бьешь, хилит, почему же? Нет, хилит табли, пушка не хилит. Окей. Стажер решил матрешку пойти побить. В общем, так или иначе, инвейт успешный от Веги, отжались, отжалили, ба, забрали всю сторону, и Хикарим не тот персонаж, который любит, когда его инвейтит, прям скажу. То есть он не самый сильный, а персонаж на старте, до шестого уровня, тем более. Ну, а Грейвс, наоборот, понятное дело. Вот Крио нам бы рассказал очень много о том, как инвейтить, когда я хочу. Господи, это был Шаганари Вандер. Я пытаюсь понять, каким образом бахилился, что ты бахилился. Сначала он нажал кару, после этого вышел. Я подумал, что он пытался выйти и как бы на лайфстилил себе хп обратно. Но мне показалось в то же время, что вроде инстат был хил. Когда Хикарим начнет с кушки хильца, я думаю, он первым пиком будет собираться в каждой грехе. Ну, пандам же есть, как бы, вампирка, как бы, от крипов. Ну, есть, только не на первом уровне. Она такая, чуть-чуть. Ладно, так или иначе, стажер тот решил. Такие дорогие кемпы вначале забрать, которые экспы много дают, рапторов. Чем еще делать, знаешь? Более, ну бам, просто остался баф. Кстати, в рейн тоже красный баф свой стоит. То есть, чужой, пока не отжал. Заетесь в собаку здесь. Ага. Слушай, бам, флотерс, бам, бам. Это слыша, это слыша, доиграет бакс. Причем, хорошо, что маны ему еще хватило, если на синем усилении смогли только помять иппонента в выгдать их, забрать его и забрать грампа, то, что касается средней линии, здесь уже полноценный ганг и флотеряет скачок. Более того, как сильно себя чувствует рейн, посмотри, он еще и пачку сейчас запушил. Так, у него еще вся сторона внизу, то есть он 24 на 12, то есть на 3 компа впереди, он забрал грампа наверху, и у него еще вся своя сторона внизу. Это еще хорошо, знаешь, они вот этого краба не отняли. Но так, Грейс, тут просто в полном порядке. И, кстати, могли бы, по всем при этом могли бы? Да нет. Там батлайн запушен был, и рейн был занят тем, что запушил мир, чтобы синдральс отмылся. То есть надо было сразу туда уходить. Если бы они сразу килл сделали, например, то есть когда вот рейн флешнулся без флеша синдры, то они могли попробовать законтестить крабом. А так нет, так сложно. Ну, все, 50 голды не может покажет. Слушай, да, всего 500 голды преимущество, но некоторые преимущества есть же еще и в экспе, да, то есть все-таки. Рейн опережает оппоненту, он уже взял пятый, в тот момент пока Хикарим дотыкивает свой четвертый, и не факт, что заберет его с волков, кстати. Хотя, по идее, должен давать 20 липов уже было, да, точно собирает четвертый. Хикарим, знаешь, благодарит сейчас всех богов, потому что это не 11-4, так себя догнать, потому что нужно держаться в темпе. Помните о том, что свой лес есть ни в коем случае про него и забывать. Надо пробовать просто набирать, то есть Грейс правильно здесь все делать, то есть он не ходит на топ, где Атрокс стоит про Игнар, потому что там, прямо скажем, шансов убить Гнар особо нет, Гнар здесь убьет Атрокс, сейчас им лайки. В общем, продолжая, продолжаем мысли, да, сказать, понятное дело, что он ганкать будет линии, где Синдра, где трэш, который контролем дают. Причем обидно для Рейна, то, что именно убийство забирает Игнар, а Хикарим, Игарим пришел, подъел, и это очень сильно, радоваться на мне. Рейну? Потому что если Гнар получит убийство, то тогда топ-лейн вообще не останется, то есть там Гнар просто будет бульти от Рокса до конца, и будет невесело. Так хотя бы Хикарим забрал убийство, то есть, ну, не так много денег Гнар получает, ну, ну, Дримпол вообще проблем, здесь не будет в этой игре, понятное, тем матчап хороший, уже плюс там, два с половиной воевающих, пачка пушится в его сторону, там. У него есть ранение Ниндзи Таби, чтобы не отставать, по-моему, от спиду от чарджа, чтобы не давать себя улынить, так что, да, у Дримпола все окей, он успевает еще и на всех крипов, отходит куда-то, чарджер, давай посмотрим, куда, кстати. Акрану можно сбить на щиток, например, можно даже забрать его. Прекрасно. Вот это я понимаю, то есть то, зачем можно смотреть очень долго. Дракон для себя получает, обычный дракон сам по себе, 12 обилитов есть, не так плохо. Не то, чтобы там прям какие-то кулдауны в ультимейте, необходим, кроме как у Атрокс, наверное, но лишним точно не будет. Обилитихейстов ультимейтного ты мешал. Да, ну то есть раньше было 10% кдр, сейчас 12, 24, 36, 38, обилитихейст дается на ультимейт. Как-то, когда у тебя много обилитихейстов, очень мало кдр получаешь. Даже обидно становится. Блоклад идёт атака. Все стакается, лексус здесь никуда не выйдет, флеш у него. Да, и он пытается мерсеры добить. Кстати, у него почти получилось, одного удара не хватило, а вот у чарджера большие проблемы. И это очень плохо для команды Вегас Квадрон. Хорош, башки, кстати, ульт выявят, но все равно здесь погибнет. Успел стажер здесь. А что-то остановился, остался Атрокс там, захилился. Да, и пытается выйти, а краб это уже себе, он предварительно тактически забрал, чтобы ускориться и выходит Атрокс не так плохо. Не так плохо все складывается, могут здесь погибнуть, но ввиду таких вот обстоятельств выходят. С ваша провинция, я думал, спрыгнется, тут как бы не умерли вдвоем. Пока у тебя ману уже нет. Что? Пока не умирают, пока все в порядке. Да. Погибает Рейл, ботлейн, вега, сквадрон получает ассисты. Убийство есть у Рейна, он все-таки забрал себе его на боте. На миде дал только ассист, но и стажерчик также килл подлутал, поэтому теперь уже вровень более-менее играют лесники. Чуть-чуть Рейн впереди. Он, конечно, убийство тоже взял, но чем больше забирают голды и один, и другой лесник, тем меньше процентальная становится между ними разница. Что на данный момент больше устраивает гамбитов, что не очень здорово для веги, потому что Грейвс любит, вот знаешь, Вандер держаться в темпе. Грейвс любит, когда он начал лидировать, и у него есть опция не отпускать это лидерство. Но для этого... Грейвс не из тех персонажей, которые, знаешь, безнадежно аутскейлят их. Грейвс будет всегда сильным до самого конца игры, так что с этим проблем быть не должно. Вообще, скейлиться неплохо, вега, то есть у них тут кассия, атрокс есть. Игрейвс, и даже синдра. Вот. Наверное, это все персонажи не такие сильные, как корки. Прям в суперлите, но играть есть чем. Есть чем вам сраниться особо некуда. Есть чем, но услышу. Кайса есть. Кайсу и можно одно играть уже. Ну, кайси не так просто бывает против корки, потому что если у корки например есть пакет, то он там очень быстро убивает таргеты, мягко говоря. А, да, слушай, рейнжа у него побольше, и мы знаем, что такое корки, когда у него там 6 слотов, когда там ракета залетает, и лучше бы нет, говорится, краб ушел. Грава, как скорость, там набрал, он просто сейчас в космос, все равно был медленнее, чем ты, когда до метро идешь после эфира. Хорошая шутка. Ты видел флотики с Марса, который будет фандеры, я помню, как я за тобой бежал, когда мы с тобой шли до метро, и это самое лучшее, это тренировка. Нет, я не устал, нет, я нормально. Я старался не подавать. Ребята, караб действительно очень быстро убежал, вот такая вот интересная механика. Давайте посмотрим, какие ауты у команды есть, напомню об этом лишний раз, и никакой из разов не бывает лишний. Конечно, ставка на кайсу есть, кайса пока что не умирала, у нее есть ассист, ей немножко помогли на нижней линии, фарм у нее более-менее адекватный, конечно, не как у Бакса, например, у него фарм замечательный сейчас, на 11 минуте, ну, уже 12 идет, начало 12 минуты, Флатти устраивает, когда у Синдры, вот, именно у чемпиона Корки, его устраивает, когда Синдра фармит много, потому что Корки, тот чар, который не может помешать Синдре фармить, ребята, у нее нет способности, чтобы у нее как-то поднапрячь, более того, что еще и Флатти погиб изначально, он не может ей помешать вдвойне. Сейчас нажимает телепорт на среднюю линию, у Бакса телепорт есть, также у нее есть еще и монопол, он совершенно не торопится на среднюю линию, потому что он теряет там, ну, может, одного только милишника, если там тачанка вейв, то он его даже успеет подобрать, хотя по идее это не тачанка вейв, потому что топит, а, нет, уже тачанка вейв тоже. Само лица Герольт на две пластины, Флатти стоит рядом, ну, как раз, как бы здесь не погибли, подвиживает, ой-ой-ой, ты видел, кушку дал, и если встаном попал, то можно было бы солодным сыграть КУВР, у Флатти почти до конца, здесь Гамбит будут ждать, я думаю, то есть, ты недооцениваешь мощь Синдры, мне кажется, Вандер, Магреса справа нет, ну, там есть уронах, наверное, кусочек, он дает КУ, он дает КУ, он дает КУ, а после этого дает типа Е, и кладет КУВР сверху, и Р с пяти шаров, что, что, типа, 450, по-моему, таргет урона, ну, без учета Магреса. В общем, считаешь, что Коркин не доиграл. Я думаю, да, что он был на грани, прям на лезвие ножа, если понесить на фон, здесь прям мясо. и смотри, вот здесь вот, Джин, хорошо раскрывается, в отличие предыдущие игры, которые мы говорили, померзся, не попадая, тут он нажимает, ваша, Джин, хорошо, раскрасно застрял, честно. Вашаганаре, да, и стажер-то погиб, у нас самый первый, и Вега делает убийство, плотненько, сетапов в своем входят, и может даже дракона слушай, ничего себе, Вандер Вега, подожди, подожди, пусть начали играть, второй дракон, кара у Рейна есть, но слушай, Рейн тут не промахивает со своей карой, девятого уровня, у него уже есть, арбалет, римпол, сейчас будет формы, да, Мерсен влетает, для того, чтобы уже погибать, и хорошая комбака, подставилась Вега, у них так все было хорошо, ребята, куда же вы, Боюсь, что сейчас потом будут говорить, что я за Вегу болею, Вандер, понимаешь, не хочу за нее так сильно переживать, помнишь, как это у Гоголя было, как бы чего не вышло, вот, ну, примерно такая же ситуация, по всей причине, ребята, ну, понимаешь, просто мне, смотри, Вандер, я объясню свою позицию, для расстановки точек над И, для расстановки точек над И, статус следующая, Вега номинально не фаворит, она берет два дракона, хорошо проводит раннюю стадию игры, прекрасно заходит на мид, после чего еще и выходит чарджер с верхней линии, да, то есть, ну, все неплохо, влетает, тут Фланти, кстати, по баксу, замедляет его с пакета, это замедление, никак не с доджик, однако рядом находятся, Мерсенери, который пытался почистить вижен, и только он баксы и спасает, так вот, и команда аутсайдера, которая может брать инициативу в ранней стадии игры, конечно, начинает завладевать нашими сердечками, понимаешь, здесь выглядело неплохо все, изначально, но проблема в том, что они все лол, эскейпов уже нет, потому что все было использовано, кроме флэша ангрессия, и кайси флэш не нажал, то есть, ее тоже застанило, ну и здесь, у Ганара просто урона много, сам по себе, то есть, он очень сильный, базовый урон у Мегагнаара, то есть, мини он не такой сильный, а вот когда мега форма, там да, там урон, конечно, но теперь у него еще и касталом есть, то есть, Атрокс на этой линии делать вообще, теперь не еще, а у Атрокса только кнут, вандер, он пока перед состоянием своего оппонента не сможет, потому что урона очень много, там еще убивать некого теперь, то есть, Синдра, вот она, ты говоришь, могла Корки убить, но вот теперь у Корки-то арбалет, который сейчас все начали покупать после последних бафф, теперь Корки уже не забрать, потому что у него еще и щиток появляется, есть уже и Дивайн Сандер, у Хикарима, есть уже, как мы говорили, к столу, у Джин-трекмет, у Багса не появляется мифик, арбалет еще не прокнул, подозрежем, это неправильно, насколько это понимает, но DreamPool вышка забирает, ну вот так вот, внезапно, игра, которая выглядела до 2 минуты назад, выглядела ровной, сейчас уже 4000 перевес, я могу тебе даже сказать, что она возможно, выглядела даже неровной, в сторону, ну как бы, веги, не, ну она, потому что у них был задел, на соул, ну сейчас совершенно неровно, да, сейчас согласен, такое, соул, то когда-нибудь может быть, одна из опций, когда ты забираешь двух драконов, ведешь там, 100 золотых, не скачешь, и ведешь, минус 100 золотых, ну минус 100, ладно, минус 100, я наверно готов, разметить на двух драконов, не страшно, о, ну слушай, это уже примерно на 100 больше, чем зак, за двух драконов, показывает нам собаку, это не Корби, другой пес, как ты вообще относишься к животным, прекрасно отношусь к животным, по крайней мере, они у меня в кадр здесь не попадают, вот они у тебя, какой кот был, они у тебя есть дома, да, их достаточно, серьезно, понял, ничего, бывает, так, бывает, я думал, вандер, что ты, ты, не из, ты, этот парень был не из тех, в общем, люблю только людей, ну может, ну, я вообще не знаю, вандер, насколько твое сердце, насколько сильно твое сердце, способно любить, в принципе, поэтому в душу к тебе не лезу, начал с малого, начал опасно, звучал, хорошо, просто нет, 3000 так или иначе, гамбиты ведут, вот уж какая команда завладел, сердцами, ни то, ни одного, ни одной тысячи болельщиков, в нашем регионе, слушай, да, и они не останавливаются, то есть, посмотри на позиции, ты видишь, они прям заходят в лес, они чистят вижен, они пытаются что-то форсить, они ставят варды в лесу оппонента, мы не видим со стороны веги, синхронной ситуации, потому что сейчас, конечно, инициатива, у коллектива из красной звезды, все же, они еле-еле держат свои пинки у себя на хайграундах, в надежде, что оппонент туда не придет, потому что иначе придется давать бой, позицию отдавать нельзя, ни в коем случае, и вот, Мерсерли подстревает, стажер на госте, пытается у него инициировать, Шаганария отстреливает, со своего выхода на поклон, и Мерсерли в один конец, мне кажется, купил здесь билет, если только здесь платформа, девять отречетов не возникнет, он не даст телепорту, скорее всего, погибнет, я думаю, так и будет, поэтому Мерсерли загулял, лучше пьетнуться, я думаю, что Вашка Джина и Шаганария, у него все в порядке с Аимом, в этом плане, нет, ну или все проще, или все проще, потому что сила шторма, имеет большой рейндж, но в общем, единственный, выход от Реша, там был явно куда-то к себе, в фонарь, так сказать, раз уж мы живем в сезоне, в котором у нас происходят странные вещи в фронтере, прям скажем, вот, 4000 разница, гамбит никуда вообще не торопится, скильцы они вряд ли хуже, хороший фронтлейн, много опций, то есть и на сайдлейнах у них будет преимущество, походу игра 1-3-1 не сильнее, пик потенциал есть, тимфайт, скорее всего, тоже лучше, честно говоря, ЕС от Рокс не очень сильный, а этого мы про него сказать не можем, единственный, наверное, минус то, что ни один пакет не завалит, и все пакеты такие, фармящие корки, слушай, ну да, но пытался, ну понятно, что сделать с пакетом, а не всегда что-то представляется, возможно, ну да, Вандер, согласен с тобой, это, знаешь, там, не даймон 4 русского сервера, где можно в каждом пакете, грубо говоря, пытаться что-то зафорсить, и драки постоянно идут, это вот другой уровень, совершенно игру, корки, Юрий, что? В пакете только корки привозят, или что ты еще? В пакете только корки привозят? Как бы ты отреагируешь, в корки с пакетом мог с собой кого-то взять, как там Кенниш, и вот поехали, это полетит, слушай, гораздо лучше было бы, если бы он в зиму взять, какого-то бесполезного тиммейта, его в качестве топлива используешь, чтобы в два раза дальше прилететь, А он его убивает при этом? Ну, наверное, да. Понял. Мне кажется, это прикольно было бы, Ультует здесь синдром, флешен. А здесь Бакс, да, Бакс загулял, потому что, смотри, слишком хорошо контролят лесопоненты, уже гамбиты, то есть, они заходят на вражеский сайт, ставят там варды, поэтому Бакс теряет вижен, Мерсенер не успевает помочь, потому что, когда он пытается помочь, иногда он с этого встревает, Флати пытается выйти, есть у него вэшка, нет, нету, насколько я понимаю, Валькирии, а вот у Бакс уже есть оглушение, поэтому Бакс будет пытаться не отпускать этого корки, и дает флеш все-таки Флати, в ожидании того, когда же все-таки Бакс даст станд, чуть-чуть не добивают, это, конечно, плохо, это ошибка, нужно было, возможно, чуть медленнее все равно сыграть, хотя медленнее уже некуда было практически играть, ну а что делать? Арбалет спасает? Да, Флати просто не жмет, Флеш никогда, пока не даст станд баксов, и только станд бакс дает, Флати живет. Аптопэ, кстати, от собаки? Флати играет по Рейну, ооо, здесь испуг, и не успевает Рейн нажать на РДД, да, это кринтовая ракета, лишняя Валькирия, однако была от Флати, но он не ожидал, что она бьет ракета, это его, и даблкинучи по Мерсену играет, Мерсену играет уже третий раз, к сожалению, по чаржеру будет играть Шаганари, но в контрнаступление Вегас Квадрон не идет, поэтому Шаганари спокойно промахивается тремя выстрелами, и с разменом 3-0 гамбит есть порция, тут на Барона, на Шора, Вега, к сожалению, теряет здесь своих камрадов, и 2-1 по драконам, недостаточное лидерство, для того, чтобы даже Чизола в монетку сыграть, когда-нибудь, имея возможность забрать дракона через смерть лесника и кражу, поэтому сейчас, учитывая то, что у Стэджерса есть кара, спокойно избирает гамбита, Барона на Шора, и я думаю, что это стадия игры, которая достаточно сильно расставляет точки над И, в данной партии, потому что 7 тысяч золота, преимущество на 22-й минуте, и дладь Барона, это уже вандер не шутки, а это серьезное заявление на победу, которое гамбиты делают прямо сейчас. Ну вот не догрызли корки, он в итоге бэкнулся, сразу купил себе мономьюн, который трансформировался, и мы все знаем, что, но огромное количество урона добавляет как раз сама этому Роману, особенно трансформируем, да, в зависимости там. То есть была капля, стало вот это, лишний 80 урон, там все вот эти онхиты и так далее, корки с ракет еще все прокает, поэтому огромный тонн урона, здесь еще Синдра сейчас погибнет, потому что ее с Хикарим просто догонит, вот. Но плачевность и теперь выиграли, прям скажем, в 8000 товаре. Смотри, видишь КП флоти, это две кушки Синдры и Ешка, это у него Синдра. Юрий остался. Синдра с тех пор купил Люден, палку на ПВА, не заселил Амшрот, а Макреза больше не стало. Да? Ну тут опять же, то есть там еще арбалет есть, то есть его сложно просто посчитать, поэтому там не так все прям плачевно, флоти есть, когда есть дополнительный там 500 хп, условно говоря, все не так плохо, но уже почти 10 тысячи, сейчас давай. Хп стат универсальный, он помогает очень сильно, всегда. Да, ну и по трем сторонам, здесь гамбит уже, подойти, дремпол на боте, флоти на топе, куда-то продаю, решил вернуться, пакета вроде еще не должно быть, нет, пикает пакет, пушка есть, ну и вполне вероятно, что это в последний пуш, сейчас отправляются гамбиты. Мне кажется, в андергорный дракон, в смысле его душа, очень не обоценены, потому что хп самый универсальный, во-первых, стат, во-вторых, он самый простой в использовании, то есть урон надо, надо что-то сделать, чтобы урон как бы реализовать, а чтобы реализовать хп, ничего делать не надо, они просто есть, и тяк-то медли убивают. Идет хикарим на дракона, зачем он нужен? Ну, возможно, получить небольшой бафчик, только если так, потому что, не думаю, что гамбиты сейчас настроены играть от души, не имею в виду дракона, они просто от души играются. Гамбиты играют для души сейчас, да-да-да-да. Спокойно здесь развлекаются, ну и попробуют сейчас какую-то сторону открыть, есть у них пакет, ну и на месте веги тут вопрос такой, то есть вроде бы надо идти драться, но если сейчас подраться, то игра закончится. Слушай, ну, флати-то дает пакет наверх, очередной, знаешь... Флати пакет на макро дает, то есть чтобы... Да-да, очередной пакет, который не используется в инициацию, но вот действительно, как мы уже говорили, не всегда это возможно, даже теоретически, и проигроки часто используют пакеты просто так. Потому что лучше не сделать, как бы... с флеша там синдраптон застанет, но... Да, и в тот момент, когда она с флеша ворвалась, она как бы уже погибла сразу, ну, если она только не шотает корки, а она корки не шотает, происходит драка 2 в 1, где погибает Хикарим, ватанковый урон для своей команды, понимая спокойно, что это крайне выгодно для них, если даже коллектив заберет два убийства в размен до одного стажера, стажер понимает, что упадут минимум два ингибитора, а возможно даже и игра, потому что упало-то три игрока, вместо двоих, есть предметы у Сарекса, до сих пор он может пограться, но хппу небольшой, а оппонента целых 4, поэтому любой контроль, который пройдет успешно, закончит действие этой кайси, однако более инициативен у нас пока что Рейн, Сарекс пытается разыграть на 4, но к сожалению для него убивает только Лексуса, и таким образом команда Гамбит Еспорт со счетом 15-5, отдав чуть-чуть преимущества в начале, отдав двух драконов, но четко, зная свои ориентиры на игру, абсолютно точно определяя нужность первых двух драконов, сравнивая с золотом, с объектами, с позицией, с постановкой вардов, и с тем, что они делали по карте, учитывая то, как слабо они начали, ввиду того, что у них сворвали синее усиление, заканчивает игру на 26-й минуте, если не ошибаюсь, без особо больших проблем. Но очень решительно сыграли Гамбиты, то есть в сравнении, да, с предыдущей игрой, например, где OBG играли, то есть здесь разный плейстайл, OBG спокойно играли, пытались объекты стакать, 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 не допустить каких-то критических ошибок, Гамбит наоборот, то есть знали, когда они сильные, купили Муроману, все, через 5 минут игру закончена. То есть все довольно просто, то, как и нужно, наверное, играть с командами, которые слабее тебя, но в ранней игре опять у них проблемы, то есть как и на прошлой неделе, как и с UOL на прошлой неделе, то есть есть у них свои моменты, где они допускают ошибки, поэтому когда будут играть серьезный АПН, когда они будут играть с OBG, когда они будут играть с Caracross, UOL, понятное дело, ближайшие там месяцы, наверное, они еще не играют, там неделя, наверное, на пятый только, честно говоря, я не помню календарь, вот, поэтому есть над чем работать, но победка есть победка, тем более, когда она такая быстрая. Подожди, ты имел в виду Гамбитов, когда они играют с UOL, правильно? С UOL, да, в следующий раз, то есть понятное, с OBG, с OBG, с Caracross они будут играть там быстрее, чем с UOL второй раз, вот, так что есть, наверное, еще немного времени. Да, с Caracross играют 27-го числа Гамбита как раз, а вот Cinecars of Love играют 7-го марта, это четвертая вандер у нас неделя, потому что играли на первой и, насколько я знаю, расписание. А с OBG не играли же, да, еще? А с OBG, еще раз, играют 20, Scroll Crowd 27-го, а с OBG, а с OBG 28-го как раз. А, то есть вы по ним хорошая неделя на следующую, то есть как раз у них есть неделя, чтобы потрайхардить и уже на следующую неделю потеть, но забегать вперед мы, конечно, не будем. Насколько я знаю, вандер, последний короткий комментарий по поводу того, что расписание строится таким образом, чтобы не было того, что, например, у одного коллектива со вторым игры на там третьей, четвертой неделе, а с третьим на первой и седьмой, чтобы более-менее равное было расстояние, не всегда это идеально, конечно, соблюдается, но старается быть таковым. Мы придаем слово Паше, его аналитикам, и до сих пор Паш, Зак, Айкей, такая тема лично меня вот интересует. Выскажитесь, пожалуйста, по этому поводу. Каждый из коллективов, которые доминируют сегодня, номинально, изначально, он не играет чисто, в связи с чем это связано, может быть, недостаток подготовки, может быть, просто расслабленность, то есть, везде в Андре есть дыры, ты согласен? И у Йоула были ошибки, и у Биджи были ошибки, и у Гамбитов были ошибки, где-то что-то они отдавали. Ребята, почему? Разберитесь, пожалуйста, скажите с Нитруно. Спасибо. Паш, Твое слово. Заодно мы спросим еще и у стажера, почему так происходит, который, я надеюсь, у нас сегодня будет на интервью, но интервью у нас случится чуть-чуть попозже, пока что я предлагаю ребятам нашим из аналитики обсудить и драфт, в том числе, и причины поражения команды Вега-Сквадрон, и я готов объявить, что тенденция все-таки нарушается, нарушилась, окончательно Вега здесь как-то без борьбы. Вначале немножечко захватили инициативу, но потом один буквально проигранный файт, и в конечном итоге они отдают игру целиком и полностью. Давайте к драфту. Айкей, тебе слово. Что ты думаешь по поводу от Рокса на топе, который, в принципе, одним из первых как раз и умирал? Я думаю в этом случае, что, я вернусь к своим словам до матча, да, что Веге нужен был лесник, который все-таки больше помогает линиям. И если бы у от Рокса в этой игре, возможно, был такой лесник, у него все было хорошо. Не то, чтобы Грейвис все делал плохо, наоборот, они сделали очень хороший инвейт в начале, да, вот этот ранний, и выбили из-за этого Гекарима по темпу, да, и поэтому Грейвис был впереди, и Гекарим тоже особо не гангал, чтобы помогало команде Веге, да, не без этого. Но все равно не хватило каких-то вот этих вот гангов, да, именно помощи, какой-то руки помощи от Рокса, чтобы он мог себя комфортно чувствовать. Хотя в некоторых ситуациях он буквально сам на лоу-хп выходил, даже будучи в отставании от Гнара. Но мне кажется, зачок, тут же все-таки дело не в драфте, вне зависимости от того, какой был драфт, Гамбиты здесь все-таки на буткемпе, за ними, кстати, отсидел их менеджер, а.к. тоже психолог. Они здесь на буткемпе, они здесь все-таки как-то и в тимфайтах поувереннее выглядят, и скорее всего должны были бы выходить здесь победителями в любом случае. Да, но здесь состояние так же, как и синикорными, это базовая команда Гамбит посильнее, чем вега-сквадрон. Пока еще себя, кстати, не раскрыл шаг. Он первые две игры прям был очень слабенький, сейчас начинает набирать обороты, но все равно видно, как, знаешь, чувствуется неуверенность в его плеях. В целом, драфт-то понятно, да, знаешь, постоянно можно, знаешь, это опять же вопрос, который, на который никогда не будет четкого ответа. Но драфт плохой, а если бы был хороший, они бы выиграли. Ну и плохой драфт можно исполнить, и плохим драфтом можно выиграть. Там, заганкали кого-то, это он подставился, а может быть, это был хороший ганк, нет, это он подставился. И начинается бесконечный дискос, поэтому драфт в веге был неплохой, и вот к моменту, когда у них было два дракона, у них и по счету все было неплохо, то ли 3-4, то ли 4-3. Забрали дракона, вышли, нет, надо было остаться встрять. Ну то есть, знаешь, гамбиты просто базово на данный момент сильнее, чем вега. Ну и это очевидно было, я думаю, не только нашим зрителям и нам, но и самим гамбитам. Они у нас как раз на связи. Стажер, здравствуй, с победой тебя поздравляем. У меня к тебе есть сразу два вопроса. Во-первых, огромное количество внимания, на которое на тебя обрушилось после твоего перехода возвращения обратно на роль игрока и возвращения в лес. Ты как с этим справился, чувствуешь ли и как справляешься с этим давлением? Слушай, ну иногда чувствую давление, но больше это связано не с каким-то внешним давлением, а внутренним, потому что хочется выиграть, хочется отлично играть, хочется, чтобы мы как команда побеждали и вернули, так сказать, титул чемпиона. Исходя из этого, как раз второй вопрос, как ты сейчас сам оцениваешь свою форму как игрока, не как шотколера, потому что мы все прекрасно видим твою вебку, ты разговариваешь нон-стоп, но как игрока механически? Слушай, ну мне кажется, что все-таки за то время, пока я играл три года там над верхней линией, точнее, если быть более точным, там два с половиной года игры на верхней линии, то я не обладаю некоторыми знаниями, которые лесники получили в течение того времени, пока они там наигрывали там сотни и тысячи игр в лесу, а я играл на верхней линии и потом, грубо говоря, и был тренером. Но при этом я чувствую, что я постоянно набираю больше и больше, что у меня форма лучше и лучше, то есть, скажем так, если бы мы играли, наверное, турнирные игры в январе, вот там было бы все не очень хорошо, но с января я там сыграл где-то 300 и чувствую сейчас себя намного более комфортно. Насчет этой игры, если говорить, мне кажется, что вначале было весело, то есть, ну вот, мы команда немножко жадная, наверное, на ворды вначале, и когда такое происходит, нужно, так сказать, знаешь, как держать каменную, каменную позицию, то есть, что у вас все под контролем, да, то есть, у вас все под контролем, либо вот это дом горящий, но из этой ситуации, ну, скажем так, можно выбираться, в частности, в этой игре все получилось, ну, вернуться там, типа, камбэкнуться по фарму, и потом мы разыгрывали тимфайты весьма неплохо. Стажер, скажи, пожалуйста, вот у меня к тебе вопрос такой, вот в следующем патче, на следующей неделе будет нерв джангл экспы, и скажи, пожалуйста, как это повлияет на тебя лично, да, и на твою команду, может быть, какие-то гангающие больше лесники появятся у тебя в пуле, такие как Рексай, мы можем это ждать, или все останется на том же уровне, что и сейчас в плане мета? Слушай, ну, мне кажется, что прямо очень сильно мета не изменится, то, что кампы будут давать меньше золота и меньше опыта, не означает, что люди прекратят их меньше фармить, наоборот, теперь, чтобы достигнуть, ну, или получить какой-то предмет, выфармить нужно будет больше, поэтому мне кажется, что мета не сильно изменится, но лесники сами по себе станут послабее. Александр, очень важный вопрос, быстренький. Я вижу, что вы забаррикадировали лестницу позади тебя, вопрос, чем это связано? Это не баррикада, это доска, и она не мешает пройти, если хочешь, могу прямо сейчас встать и вот, типа, спуститься по лестнице, так сказать, чтобы вынести какую-то аркаду. Давай, да, да, да. Я зафель, для любой перформанс, как и зрители, чтобы точно убедиться, что вас не закрыли, и вы не в тюрьме. И на этом мы заканчиваем это интервью. Спасибо большое, стажер. Все. Пока. Пока, пока, пока. Увидимся в следующем матче команды Гамбит. Вот такой вот интересный, классный у них лесник, собственно, звезда нашего региона, все его прекрасно знают, помнят, и на самом деле мне очень приятно, что он трезво оценивает свои способности и нынешнюю форму своей команды, себя лично в том числе. Они побеждают, побеждают не без проблем, но пока что, опять же, победителей, как говорится, не судят, и у них впереди еще очень и очень много возможностей не только отомстить за обидное поражение, но может быть не только побороться за топ в нашем регионе, но и выйти наконец-то на мировую арену. И это самая главная для них цель, зная их лично, после поездки на World's я знаю точно, что они очень и очень к этому стремятся и хотят. Впереди вас, дорогие зрители, ждет еще одна игра, еще один матч, но сразу после небольшого видео, которое для вас любезно подготовил зачок. Блин.